Перед обсуждением более чем серьезных вопросов вице-губернатор поблагодарил собравшихся за участие в подготовке к Олимпиаде. Благоустройством Меретинки занимались 25 тысяч муниципальных служащих края. В рамках нынешней командировки главы районов и сельских поселений воочию увидели результат в том числе и своей работы. Теперь Сочи, как не раз отмечали участники семинара, современный город европейского уровня с высококлассной инфраструктурой, современной системой ЖКХ и уникальными дорожными развязками. Организовать работу всех служб так, чтобы блага цивилизации заработали и в отдаленных поселениях, как раз задача представителей органов местного самоуправления. В первую очередь с ними обсудили внесение изменений в закон об организации местного самоуправления. В полную силу его реализуют в Новопавловском сельском поселении, где акцент в работе сделан именно на ТОСы, которые в этом районе считаются основой местного самоуправления. Бюджеты поселения были сразу не сильно большие. Мы поработали над актуализацией базы земельных участков, имущество поселения. В результате у нас выросли бюджеты с 5 миллионов до 20 миллионов. Но большую помощь нам оказывает край. Это краевые целевые программы. Потому что благодаря участию в этих программах мы смогли сделать ремонт дорог, водопроводов и решить многие другие вопросы. Обсудили представители органов местного самоуправления и новый 136-й федеральный закон, который хоть и вносит изменения, однако, пожалуй, впервые дают регионам право самоопределения. Законодатель дал право субъектам федерации, устанавливать для всех муниципалитетов те правила, исходя из местных особенностей, а не навязанных всех. Общее мнение у нас такое. Существующая схема, когда главы избираются людьми, и депутаты избираются непосредственно сегодня, она правит. И наша подходность и мы чтение поменять эту схему не это будет. 14 сентября в единый день голосования в Краснодарском крае пройдет 300 компаний по выборам депутатского корпуса, 216 компаний по выборам глав городских и сельских поселений и 8 компаний по выборам глав муниципальных образований. 62 политические партии имеют право на участие в выборах. Соответственно, ожидается и большое число кандидатов. Главная задача, которая сегодня перед ними поставлена и стояла ранее, это не только реализация полномочий в рамках 131-го, теперь уже 136-го федеральных законов, но активная работа с людьми. Это и реализация краевых программ, это реализация полномочий. Но мы еще раз заострили внимание, что без живой работы с людьми, с общественностью, с активом, невозможно никогда соблюсти социально-экономическую, политическую стабильность в отдельно взятом поселении. Такой же работы и проведение подобных семинаров только на местах теперь ждут и от местных властей. Теснее работать с людьми – главная задача органов местного самоуправления.